Перед просмотром ролика я хотел бы порекомендовать вам канал CarCrashTube. Здесь вы увидите ежедневные подборки аварий и ДТП, а также различные тематические видео, хамы за рулем, разборки на дороге, невероятные везения и многое другое. Настоятельно рекомендую подписаться, ссылка в описании. Всем привет! Сегодня у нас на распаковочке вот такая вот огромная посылища из Китая. Прибыла она ко мне из интернет-магазинчика TomTop. Посылка предоставлена мне бесплатно на обзор. Добиралась очень быстро, 9 дней. Но были свои проблемы у нас в Беларуси с этой посылочкой. Кто из Беларуси, тому будет полезно послушать небольшой рассказик о том, как она добиралась до меня по Беларуси. Значит, менеджер магазина выслал этот товарчик мне, их почтой ускоренный DHL Express. Но так как у нас как бы нету в Беларуси такой вот DHL Express почты, поэтому посылка застряла на таможне. И соседка, она работает на почте, принесла мне вечером вот такие вот бумажки, какая-то вот гибридная почта, в которой написано, что на мой адрес поступила служба DHL, груз по накладной такой, это груз размещен на СВХ РУББ почта в Национальном аэропорту Минск. И, значит, мне надо подать таможенную декларацию, так как срок ранения посылки 60 дней. И надо самому ехать в аэропорт, подавать эту декларацию, там все заполнять и забирать свою посылочку. Я позвонил по одному из телефонов вот этому вот специалисту Белтаморссервиса, ну, мне сказали, приезжайте в Минск, оформляйте и забирайте. Ну, естественно, в Минск мне не захотелось ехать. Я взял, значит, в интернете полазил и нашел кое-какую информацию, что есть услуга Белтаморссервиса. Они сами могут эту посылку растаможить и отправить на мой адрес. Ну, естественно, за определенную плату. Заплатил я, значит, где-то около 15 долларов. И все, посылочку отправили мне, вот, ЕМС, прямо на дом. Сегодня забрал ее, и вот она уже у меня. Вот такие вот дела. Как бы посылка бесплатная, но пришлось ее платить из-за того, что у нас такая бюрократия в стране творится. Ну, ничего страшного, посылка уже у меня, и теперь я могу смело ее открыть и посмотреть, что же там у нас прибыло. Ну, вот о чем я и говорил. DHL Express. Вот. Мне выслали эту посылочку. Внутри, видимо, такая вот здоровая карабинция. Сейчас мы ее вскроем и посмотрим, что там внутри. Так, а здесь у нас открыли вот такую вот коробочку, и у нас на коробочке знакомый логотип Mi, компания Xiaomi. Значит, что-то у нас здесь из продуктов Xiaomi. Опа, а здесь у нас вот такие вот здоровенные весы. Умные весы от фирмы Xiaomi. Давно я хотел себе весы. У меня дома как-то нет весов. Как-то все, не доходит руки их купить. Вот, сразу же, как появились вот эти вот весы Xiaomi, сразу же загорелся ими. Но они, во-первых, стоили дороговато, а доставка их стоила еще больше, чем сам эти весы. Поэтому все время откладывал их покупку. И вот менеджер магазина мне предложил эти весы, и я с радостью согласился и взять себе на обзорчик. И очень рад, что они ко мне прибыли. Так, здесь в комплектации у нас еще мануальчик вот такой вот. В мануальчике написано, как установить батарейки в эти весы по-китайскому. Так, и у нас еще 4 батареечки. Вот такие вот китайские 4 батарейки. И, кстати, тут еще написано по-китайски. Не знаю, или они перезаряжаемые, или нет, не знаю. Потом проверим. У меня же умная зарядочка есть. Проверю, или их можно перезарядить. Так, сейчас посмотрим весы. Так, ну, с этой стороны стеклянная та штучка. Верхняя, да, вроде бы стекло. Так, а снизу у нас так вот. Ну, давайте откроем. Ого, оказывается, очень легко открывается. А я тут мучаюсь просто вот эту отодвинуть, и крышечка сама поднимается. А я думал, она вынимается вместе с этой штучкой. Прикольно сделали. Так, и здесь заодно и какая-то кнопочка включения. Не знаю, потом посмотрим. Так, здесь у нас загружаются. Батарейки мы отыкнули. Так, у нас приветствует. Так, и что у нас дальше? Покажут. Еще что ли? Надо остановиться и мерить вес. Или как? Ну, все, вроде бы больше ничего не показывает. Так, ну вот, в принципе, по распаковочке все. Весы включились. То есть, что-то нам показали. Вроде бы работают. Теперь осталось мне протестировать их. Значит, и так как весы умные, скачать программку, соединить с смартфоном. И посмотреть, как они работают. И потом все расскажу вам. Ну, все, пойду я их тестить. А вы не отключайтесь, так как скоро будет небольшой обзорчик этих весов интересных. Тема умных напольных весов сегодня не так популярна, как тема браслетов, шагомеров и чего-то подобного. Но тем не менее. В интернете можно найти множество моделей весов, как просто с памятью на несколько значений и вычислением излишков жировой ткани и других параметров, так и полноценных умных весов, умеющих все то же самое, плюс выводить и хранить в фирменном приложении на смартфоне. Вот и сегодня я вам расскажу об таких умных весах, как Xiaomi Mi Scale от одноименной компании Xiaomi, которая известна своими многочисленными гаджетами высочайшего качества и отсутствия брака. Белые и стерильные на вид весы имеют стандартную для этих продуктов внешность и отлично впишутся в интерьер ванной или любой другой комнаты в стиле хай-тек. На корпусе ничего лишнего, никаких вставок, выбитых или выступающих частей с логотипами и прочего визуального мусора, только аккуратная надпись Mi по центру. Экран располагается верхнее от логотипа области, в неактивном состоянии его не видно. Корпус весов изготовлен из качественного пластика, снизу 4 подвижные ножки, которые имеют прорезиненное покрытие, препятствующее скольжению. Лицевая сторона – толстый слой закаленного стекла белого цвета. Придраться к качеству исполнения или дизайну к Xiaomi Mi Scale сложно. Корпус выглядит надежным, к тому же заявленный измеряемый максимальный вес для этих весов не слишком большой – до 150 кг. Никаких видимых кнопок на корпусе весов нет, только скрытый за пластиковая крышка отсек для 4 батареек типа 2А на обратной стороне. По заявлению производителя, их заряда хватит на 1 год использования. Над отсеком для батареек можно увидеть переключатель. Он отвечает за формат отображения массы. Итайская система мер – фунты и килограммы. Чтобы взвеситься на весах, их не нужно включать или же как-то активировать. Достаточно просто встать на поверхность и постоять пару секунд. Xiaomi Mi Scale оценит вес и далее покажет его на экране. Как видим, масса на экране отображается с подсветкой. Так что можно взвешиваться встанье от родственников по ночам. И не нужно будет использовать фонарик. Встаете на весы и видите свой вес даже в полной темноте. Как сказано на сайте Xiaomi, весы очень точно измеряют массу и дают минимальную погрешность при повторных измерениях. Могут показывать погрешность до 100 грамм при массе взвешения до 50 кг и до 200 грамм при массе от 50 до 150 кг. Как видим, на практике у меня погрешности при повторных измерениях почти и нет. Так как весы умные, то для полноценного использования и раскрытия всех фишек нужно смартфон. И на него надо установить приложение Mi Fit. Такое же приложение, что требуется для работы с браслетом Mi Band. Вообще, эту программу Mi Fit можно скачать из Google Play Маркета или же App Store. Но, когда я скачал эту программу из Google Play, я просто не увидел связи этой программы с весами Mi Scale. Поэтому пришлось искать версию постарше Mi Fit 1.4.6, которая увидела весы и начала работать с ними без проблем. Так что рекомендую скачать версию постарше. Ссылку оставлю в описании. Но это если, конечно же, у вас также Mi Fit из Google Play или же App Store не видят весы. При первом запуске приложения Mi Fit началось обновление прошивки весов. После этого обновления весы научились регулировать ярко освещение светодиодов в зависимости от освещения в помещении. Вот тут вот даже видно точку с датчиком освещенности. При первом запуске приложения для сопряжения весов с этим приложением достаточно просто встать на весы. Как только они определят вес, приложение запишет его и предложит создать нового пользователя. Но так как они у меня уже давно сопряжены, то приложение просто показывает мой вес. В дальнейшем наличие поблизости смартфона для ведения истории измерений не обязательно. Весы будут сохранять и автоматически передавать информацию о замерах, когда устройство вновь сблизится до 10 метров. Приложение Mi Fit очень простое. С его помощью вы, естественно, можете узнать свой вес, разницу в массе между различными извешениями, которые отображаются вот на таком вот графике, и значение BMI. А что это за значение, мы можем вот тут вот почитать. В настройках профиля можно добавить родственников или же друзей. Когда кто-то из этих товарищей будет взвешиваться, программа сама запишет результат и привяжет к определенному человеку, основываясь на массе и значении BMI. Если же у двух людей эти параметры одинаковые, то при очередном взвешивании приложение будет предлагать указать, какой из этих товарищей только что измерил вес, чтобы конкретно привязать данные этого человека. В настройках программы можно даже указать цель, то есть желаемую массу тела. И при следующем взвешивании программа вам сама покажет, сколько вам килограмм осталось сбросить или же накопить до желаемого значения. Также в приложении есть небольшая инструкция. Весы мне, естественно, очень понравились и хорошо вписались в интерьер квартиры. Для тех, кто занимается спортом и следит за своим весом, это отличная находка. А если приобрести еще браслет Mi Band, то такая связка позволяет следить даже за своим здоровьем. Также весы будут очень интересны фанатам Xiaomi и любителям их продукции. Здесь все на уровне и с заявленными возможностями Mi Scale справляется она отлично. Купить Mi Scale можно в интернет-магазине TomTop. Ссылочку оставлю внизу под видео. Субтитры сделал DimaTorzok